Сегодня мы с вами поговорим, ну, конечно, о великом человеке Владимира Сергеевича Соловьёва, о русском философе, поэте, человеке, без которого Серебряного века, наверное, бы... Ну, может быть, он бы и был бы, но, наверное, был не таким, каким он случился. И, вы знаете, вот странное такое обидное обстоятельство, не могу не понудеть немного на эту тему. Понимаете, когда Соловьёв был жив, было три таких нравственных и духовных авторитета в России. Это Лев Николаевич Толстой, Фёдор Михайлович Достоевский и Владимир Сергеевич Соловьёв. И вот прошли годы. Ну, вот как-то с Львом Николаевичем Толстым и Фёдором Михайловичем Достоевским, несмотря на все сложности, ну, в целом, могло быть и хуже. Вот, но мы их как-то помним. Вот, книжки издаются, люди их знают. А вот Владимир Соловьёв куда-то как-то исчез. Понимаете, как-то исчез, и вот это как-то обидно. Он перешёл куда-то вот на кафедры философии, которых немного. Вот, в нашей стране. И как-то стал таким вот достоянием специалистов. Ну, как-то это очень обидно. Это очень обидно. Знаете, когда сносили гостиницу «Англитер» в Санкт-Петербурге, ну, все, конечно, знали, что в этой гостинице покончил с собой или был убит Сергей Александрович Есенин. Я с огромным уважением отношусь к Сергею Александровичу Есенину, но гораздо чаще в этой гостинице жил Владимир Соловьёв. И об этом не было ни слова. Ну, вот как-то всем жалко было. Говорили, ну, как вот сносит гостиницу «Англитер», там же Есенин. Вот. И никто не сказал, а там же Соловьёв. А в последние годы жизни он чаще всего жил именно в этой гостинице. Например, к примеру. Или, понимаете, в имении князей Трубецких, они же русские философы по совместительству, и они были друзьями Владимира Соловьёва, в их доме он умер. А там сейчас чего-то такое, боюсь ошибиться, что-то от Академии наук. То ли какой-то дом отдыха, то ли ещё что-то. И там говорят, ну, это я слухи, что там просто до последнего времени был диван, на котором умер Владимир Соловьёв. Тоже куда-то выбросили, судя по всему. Может быть, слухи, может быть, анекдоты. Мы любим рассказывать печальные истории о судьбе нашей культуры. И моя история тоже в некотором смысле не исключение. Хотя, говорить я буду о человеке, чей смех и по сей день, если прислушаться, звучит над русской культурой. Он был очень смешливым человеком. Он был очень весёлым человеком. И он был очень весёлым человеком в некотором исключительном смысле этого слова. Вот об этом я и хочу немножко сказать. Ну, совсем немножко каких-то биографических данных. Он сын профессора Соловьёва, того самого, чьё собрание сочинений наверняка есть в этой библиотеке, знаменитого историка. Помните, вот собрание сочинений Соловьёва должно было быть на полках, и собрание сочинений Ключевского. Ну и Карамзин. Вот великая тройка. Вот он сын как раз историка Соловьёва. И он, конечно, из благородной семьи. И это воплощал собой... Ну, понимаете, нам проще ведь рассказывать о людях порочных. Есть что рассказать. А Владимир Соловьёв был человеком какой-то абсолютным, как казалось, современником. Я с ним знаком только по книгам, как вы понимаете. Какой-то нравственной чистоты. Блок о нём напишет, да, статью «Рыцарь и монах». И обе составляющие – «Рыцарь и монах» с такой огромной любовью и с огромным таким каким-то внутренним земным поклоном. И, вы знаете, в ту эпоху, о которой пойдёт речь, то есть это преддверие Серебряного века, сам Серебряный век, очень большое внимание уделялось тому, что называлось «мистикой встреч». Вот если кто-то из выдающихся людей Серебряного века начинал писать мемуары, он писал о людях, которых он встретил. Это было крайне важно. В каком-то смысле человек определялся не количеством, да, а качеством встреч с другими людьми. И вот это немножко тоже, эта часть уходит из нашей культуры. Я вот вчера показывал фильм, здесь есть свидетели, и так монологом разразился на ту тему, что наша беда в том, что мы очень мало видели гениев. Это наше несчастье в своей жизни, потому что общение с гениальным человеком даёт какую-то эфирную волну, когда ты сам способен, ну, прыгнуть выше самого себя, докатиться на этой волне туда, куда ты даже не предполагал докатиться. Ну, надо ли объяснять, что поскольку мы живём в мире двойственном, то можно докатиться, конечно, и не в ту сторону, вот, в какую хотелось. Такое тоже, безусловно, случалось, в том числе и с последователями Владимира Соловьева. Уж что тут греха таить. Понимаете, и вот, ну, вот, казалось бы, да, один раз два человека встретились, встретились на похоронах. Как вы понимаете, такое событие, ну, вот, не место для того, чтобы пялиться друг на друг. Один – это Владимир Соловьёв, второй – это Александр Блок. В какой-то момент их глаза встретились. Эти два человека больше никогда не будут разговаривать друг с другом. Они не будут писать друг другу писем. Сам Соловьёв умрёт через несколько лет. В 1900 году, да, началось новое столетие, и Владимир Соловьёв умер. Но для Блока, вы понимаете, это было вот так, как будто бы он своим взглядом ему открыл какую-то дверь. И в неком символическом смысле мы можем сказать, что если бы они не встретились с глазами, не было бы стихов о прекрасной даме, погружение Блока в вечную женственность, а вместе с ним и Андрея Белого, и Сергея Соловьёва был. Не папы Владимира Сергеевича, а… И, вы знаете, вот это какая-то удивительная вещь, мы можем сказать, да? Но ведь, может быть, Соловьёв просто думал о чём-то другом. Он случайно, ну, Блок был человеком красивым, как посмотрел, он не вкладывал в этот взгляд, может быть, вообще ничего значительного. Да и, скорее всего. Но кроме житейской истории человечества, есть ещё символическая история человечества. И, понимаете, вот как вкладывал, не вкладывал, не имеет значения. Это как, я люблю очень эту историю из фантастического романа Нилу Геймана «Американские боги». Да, где там деградируют все боги греческого пантеона и египетского. Египетского, по-моему, в основном. Ну, Анубис там в похоронной конторе работает. Вот. И Зида там тоже где-то подрабатывает. То ли в магазине, то ли ещё где-то. В общем, все живут не очень. А… Ну, там вот развертывается сюжет, и герой, который вообще никогда про Египет не думал и о египетских богах, вдруг попадает после смерти в египетский загробный мир. И попав в этот мир, он с недоумением говорит, «Ну, я ведь про вас даже не думал никогда». Он ему говорит, «Это не важно, мы про тебя думали». Понимаете, вот это не важно. Вкладывал Владимир Соловьёв какое-то особое значение в этот взгляд, потому что это значение было туда вложено вот таким грандиозным субъектом, который мы называем культурой. И сейчас уже ничего не сделаешь. Вот. Эта встреча описана, эти взгляды пересекались, им придано какое-то сверхэмоциональное и какое-то сверхсимволическое значение и так далее. Понимаете? И он, ну, конечно, наверное, вот где-то здесь аналогия с Велимиром Хлебниковым, несмотря на то, что это очень разные авторы, она уместна, потому что Владимир Соловьёв был каким-то исключительно бессеребряником. Ну, вот исключительно. Знаете, всю жизнь не был дома. А всю жизнь он жил в имениях друзей, в гостиницах. Умирать пошёл к друзьям, потому что негде было. Ну, вот негде было, понимаете? Значит, переезжал, понимаете, от одежды, которую можно собрать в узел, и книги. Больше ничего у великого философа не было с собой. Хотя, понимаете, у него очень быстро после первой магистрской диссертации возникла репутация гения. То есть это был исключительно знаменитый человек. Но у него ничего не было. Хотя ему платили, конечно, но он всё раздавал. Понимаете? Он всё раздавал, потому что вёл он себя, ну, для остальных как-то по-детски. Понимаете? Вот где бы он ни жил, возле дома собиралось огромное количество извозчиков. Огромное количество. Потому что всем было известно, что Владимир Соловьёв даёт чаевые, вообще не считая. И ему друзья говорили там, Владимир Сергеевич, ну, что такое, ну, что за ребячество, ну, вы же рубль дали, огромные деньги. Вы не понимаете. Вы не понимаете. Вы представьте себе, он работает целый день, зима, он замёрз. Он видит, я иду. И думает, ну, 10 копеек, в лучшем случае, ну, гривенник. А тут раз, целкую. Так это же для него событие. Понимаете? Он же целый день будет жить в ощущении этого события. Вы можете понять или нет. Иногда отдавал всё, что у него было в кармане. И много курьёзных, трогательных ситуаций. Понимаете? Была зима, когда он не выходил из дома. Он отдал пальто. Пальто было единственное зимнее. Он его отдал, понадобился человеку. Ну, вот и сам сидел. Вот. Хотя компанию любил. Вот. И в числе его немногих недостатков мемуаристы называют, ну, любил иногда выпить лишний стакан вина. Что было, то было. Вот. То есть, был таким каким-то поэтом винопития. И это не значит, что он был алкоголиком, не надо его сравнивать там с великими. так сказать, виночерпиями русской культуры. С венечкой Ерофеевым не нужно. Столько Владимир Соловьёв никогда не пил. Он любил вино. Это правда. Понимаете? Или, например, вот он, мне тут очень нравится эта серия истории, потому что про это много воспоминаний, достаточно. Он приглашал секретаршу. Надо как-то помочь человеку. Понимаете? Потому что он всё время искал людям работу. Философ был занят тем, что искал обычным людям работу. А когда не находил, брал к себе на работу. И вот возьмёт девушку на работу, даст ей рукопись какую-нибудь, какую-нибудь это вам надо будет открыть Владимиру Соловьёву, например, оправдание добра или чтение о Бога человечестве. Ну, так посмотрите, как к девушке приходилось переписывать-то. Девушка начинает переписывать. Перепишет тетрадку, даст Соловьёву, он уйдёт, тихонечко откроет. А она безграмотная. А она переписать толком не может. Ошибок делает необыкновенное количество. И вот он над каждой страницей сидит и хохочет. Он заливается, заливается, радуется до невозможности. Но поскольку больше работы нет, он просит её второй раз переписать. и второй раз ей платят за эту работу. Она переписывает снова с ошибками, он снова заливается и так до пяти раз. Понимаете? Вот это какая-то совершенно удивительная, невероятная доброта. Он написал книгу оправдания добра, но вообще, если смотришь на Соловьёва, он сам был этим оправданием. Причём, может быть, самым весомым. И вот он каким-то таким образом и жил. Он был невероятной красоты, просто невероятной. Я вам сейчас прочитаю, но стоит. Вот Илья Ефимович Репин, например. Вот. Глаза Христа. Среди сутолки глаза, устремлённые в бездонное небо и отражающие в себе бесконечность Вселенной. Это Репин. Понимаете? Вот ещё один современник. За одним таким лицом и голосом пойдёшь на край света. И самый прекрасный отзыв это у его друзей был ребёнок маленький. У них в квартире висел портрет Соловьёва. Ребёнок встал перед портретом на глазах у всех, ткнул пальчиком и сказал «Бог». Ему взрослые начали объяснять «Ну это не Бог, это Владимир Сергеевич ты его скоро увидишь или видел». Ну нет, конечно, ребёнок стоял на своём. Бог. Это Бог. Он не хотел никаких других толкований. Он действительно был необыкновенно красивым. И надо сказать, что да, пожалуйста, заходите. Надо сказать, конечно человек совершал какие-то совершенно невообразимые поступки. Знаете, вот он знаменитый на лектор Петербургского университета. Толпы собираются на лекции Соловьёва. Толпы. И вот он выступает публично с тем, чтобы помиловали убить царя. Самый любопытный то, что следует дальше. Его никто не трогает. В императорской России его никто не трогает, никто не требует, чтобы его уволили. Ну, высказался и высказался. Ну, вот есть некий Соловьёв, авторитетный философ, считает, что надо помиловать, что казнить не надо. Но он уходит сам, потому что он считает, что после такого заявления он не может оставаться в Петербургском университете, это же императорский университет, и он уходит. И дальше читает лекции, ну, так сказать, в каких-то частных собраниях, частных заведениях и так далее. Понимаете, это примерно вот так вот выглядит. и он, конечно, безусловно, пережил целый ряд каких-то внутренних трансформаций, ведь вся эпоха невероятно увлечена Чернышевским, Писаревым, народовольцами, революционерами, демократами, позитивизмом, вульгарным материализмом, и в молодости он тоже увлечён, этим очень увлечён. Говорят, даже выбросил икону в окно. была такая история. Потом как-то от этого очень резко отходит, и когда собирается поехать за границу изучать богословие, на него смотрит немножко как на дурачка. Такое немодное занятие богословие. Что это за дисциплина такая? Когда гремят имена революционеров, демократов, и эти имена, надо сказать, с курс несут эту страну до основания. Как скажет другой великий философ Василий Розенов в России слинял в три дня. Вот она в три дня слиняет, и эта великая цивилизация погибнет, потому что мы в другой живём уже. Вспоминая о той, как об Атлантиде, и о жителях Атлантиды, и об одном из жителей Атлантиды Владимир Соловьёв. Но понимаете, вот там же очень многие люди переживали такое какое-то негероятное внутреннее преобразование. Я тут читал одну каббалистическую книжку, мне там притча очень понравилась, я вам её расскажу. Понимаете, ну там довольно простой заход, хотя и пронзительный. Мы живём в мире, где света один процент. Там так на пальцах всё объясняют. И каждый раз, когда мы жалуемся, нет вдохновения, нет таланта, нет денег, нет здоровья, чего-то нет, острая нехватка, депрессия, это означает одно, свет кончился. Ну вот в детстве его было много, его всего один процент тут. Ну вот. За остальным светом надо подниматься. Света мало. вот машина, бензин кончился, она стоит у дороги. Вот так же и мы в какие-то периоды жизни стоим у дороги. Едут автомобили, кто-то на мотоцикле пролетает, бывают даже люди на лошадях иногда вдруг откуда-то из другой эпохи промчаться. А мы стоим, потому что свет кончился. И задача в чем? Задача в том, чтобы привлечь в жизнь существование больше света, потому что не заработает машина, человеческая машина. И там есть притча замечательная, притча такая, но я ее целиком не помню, там четыре эпизода, я только три запомнил. Представьте себе, в банк приходит человек, почему-то никого в банке нет, лежит чемоданчик с деньгами. Он забирает, уходит. Заходит второй человек, он видит чемоданчик с деньгами, никого нет, необыкновенно радуется, закрывает, его забирает, уходит, доходит до двери, горько вздыхает, горько, потому что отдавать такие деньги, это больно. Вот, когда они просто так лежат, возвращает этот чемодан, отдает и уходит. Заходит третий человек, видит пустой банк, чемоданчик с деньгами, он вызывает руководство банка, полицию, возвращает все деньги, дает показания, ведет себя безупречно. Вопрос, у кого из этих трех персонажей была возможность привлечь какое-то количество света в свою жизнь. Замечательно совершенно. А? Который укрался? Нет, нет, они так считают. У второго, понимаете, у второго, почему? Потому что первый и третий действуют реактивно, автоматически. Один привык все воровать, второй привык сразу звонить в полицию, вызывать руководство банка, все возвращать и так далее. И настоящее изменение происходит только со вторым, который дошел до двери, он тоже взял, но он дошел до двери, тяжело вздохнул, мол, эх, такие деньжищи-то отдавать, дурак ты, дурак, и вот он несет с этим, клянет себя, но почему-то не может иначе. Только он, потому что в нем происходит некое изменение. и вот такое изменение в какой-то момент происходит и с Владимиром Соловьем. Но надо сказать, что он, конечно же, к этому изменению был готов, поскольку, поскольку, и это станет основанием его философии еще в 9 лет, в 9 лет, вот, семья, естественно, была православная, дедушка был священником, в 9 лет в церкви ему явилось видение божественной Софии, Софии божественной премудрости. И вот оно будет в нем расти. Оно будет в нем расти, и, собственно говоря, у нас лекция называется «Смысл любви», Владимир Соловьев «Смысл любви», как так, а это его знаменитая работа, которая наделала много шуму и породила много последователей. Надо сказать, изменила многих людей. той эпохи. Наверное, сейчас никого бы не изменила, но кто знает. О той эпохе да. И вот еще один момент, прежде чем про это рассказывать, понимаете, Алексей Федорович Лосев, вот еще один выдающийся русский философ, написал когда-то книгу о Владимире Соловьеве. Причем эта книга была как в двух редакциях. И первая с ней связана просто один из самых удивительных анекдотов советских времен. Она вышла в 82-м году. Может быть, многие не понимают, о чем идет речь. Вообще, в 82-м году издать книгу о Владимире Соловьеве, ну, это казус какой-то. Это нонсенс. Потому что, а как издать книгу о Соловьеве? Кто о нем говорит? Все запрещенные люди. Бердяев, Розанов, понимаете, там, Трубецкий, Сергей Булгаков. Все эти люди запрещены в Советском Союзе. В этой книжечке там был, такой отзыв, что Розанов гениальный человек. Но как можно оставить такое высказывание о человеке, который к большевикам относился какой-то чистой ненавистью? Понимаете? Чистый, я бы сказал, почти лазурный. Невозможно. Но эта книжка вышла. Эта книжка вышла. Говорят, что ее услали специально по деревням. Ну, я не знаю, в Советском Союзе ездили по книжным магазинам в деревнях. Это было особое удовольствие. Я много редчайших вещей нашел в разных деревнях. И вот там была книжечка, в том числе Лосева о Соловьеве. Ну, потом эта книжка вышла уже в другой редакции. И вот Лосев говорил о Соловьеве, что Соловьев, вот такая была судьба. Он все время наблюдал концы. Понимаете, это совершенно потрясающее высказывание о человеке, я бы сказал, со столь каким-то легким и веселым и веселым насмешливым нравом. А ведь вокруг действительно были концы. Он оборудовал конец века, конец империи, конец эпохи, концы отношений, своих собственных отношений, концы многих своих иллюзий и утопий, а таковые у него были. Понимаете, я когда пытаюсь, вот однажды мне заказали лекцию, которую я не прочитал, но какие-то воспоминания о непрочитанной лекциях у меня остались, она называлась примерно так, чем люди Серебряного века отличаются от нас. Вот чем они от нас отличаются. Это же сформулировать еще надо. И вот одна из вещей, понимаете, это вот такая, вот Владимир Соловьев, понимаете, вот он считал, что ему по силам помирить все христианские церкви. Но это только первый шаг. Вы знаете такого человека среди своих знакомых? Причем не по-маниловски, да, встал дома и однажды думал, хорошо бы помирить православных с католиками, католиков с протестантами, вообще конец бы всем этим разногласиям и с удовольствием пошел пить чай, потому что такая мысль хорошая, когда на душе как-то светло. Нет, он же полжизни, он ездит, он встречается с Папой Римским, он уговаривает Папу Римского, он встречается с иезуитами, он где-то только не бывает, понимаете, он предлагает какие-то невероятные усилия, потому что он почему-то уверен, что он может это сделать, но это только первый шаг, потому что вообще-то он мечтает о всеединстве, понимаете, и мы еще к этому понятию вернемся, когда его будут хоронить, будет венок от кого-то, все человеку, все человеку, потому что он мечтал о все человеке и всеединстве, и поэтому ему хотелось объединить все религии. И вот его друзья Трубецкие будут писать о нем, что человек зашел ведь везде, он действительно в этом смысле какой-то очень синтетический человек, у него грандиозный колоссальный опыт, про вульгарный материализм мы уже сказали, он конечно интересовался и различными древними учениями, и там значит спиритуализмом, причем у него были медиумические способности, как о нем говорят, и ему было интересно, вот реально это или нет, он попадал, опять, понимаете, Соловьев обязательно попадал, вообще, говорить о философе, что он попадает в разные смешные ситуации, это замечательно, потому что сказать так, Кант часто бывал в нелепых смешных ситуациях, ну, как-то, Гегель, да, часто попадал в анекдотические ситуации, не вяжется, Соловьев постоянно попадал в анекдотические ситуации, и сам же первый хохотал, хохотал над ними, он, значит, когда поедет в Европу, на одном сеансе спиритическом, вдруг обнаружит колокольчик, который так медленно опускается ему на затылок, и он так рукой полезет дотронуться до колокольчика, и вдруг обнаружил над колокольчиком мужскую волосатую руку, он хохотал, да, ну, дурачили его, вот, но он хохотал, ему было смешно до невозможности, это никоим образом его не разуверило в существовании спиритуального мира, вот, но он, конечно, он заливался, это было невероятно смешно, дико смешно, но вот то, о чем мы сейчас будем говорить, это, пожалуй, случай, может быть, единственный вообще в истории человечества, потому что у Владимира Соловьева было три встречи, мы говорили о встречах, три таких, три свидания, он напишет такую поэму с Софией Божественной Премудростью, ну, я понимаю, как это звучит, и вот в девять лет была первая встреча, вторая встреча была в Англии, в библиотеке, мы с вами тоже находимся в библиотеке, вот, причем Соловьев рассказывал, что он, когда ходил в эту библиотеку, ему все время попадались книги о Софии, и он, понимаете, он брал другие книги, а все равно пропадалось про Софии, и там ему будет второе видение Софии, и она ему повелит поехать в Египет, обещать там третью и самую важную встречу, Соловьев поехал в Египет, конечно, вот, в Египте, ожидая встречи, он, значит, ходит по пустыне в черном костюме, в черном цилиндре, то есть, во всем черном, жара страшная, а, значит, его арестовывают арабы, потому что его принимают за черта, вот, знаете, человек, который писал о Бога-человеке, вот, принимают за черта, они его арестовывают, но потом как-то смотрят на него, и, вот, видимо, быстро понимают, что на черт он не похож, видимо, чудак, скорее всего, и отпускают снова бродить вот в этом цилиндре и в этом костюме, и там он встречает, да, вот, снова Софию Божественную Премудрость, и, собственно говоря, это три важнейшие встречи в его жизни, все, что с ним потом случится, все, что он напишет, все, что он подумает, будет связано вот с этим откровением, и, понимаете, этот человек, я вам сейчас прочитаю, он написал про это юмористическую поэму, «Три свидания», Ну вот вы представьте себе, ну хорошо, да, мы все читали книги, вот человек пережил некий мистический опыт, он потрясен, он ошарашен, да, и, как правило, он очень серьезен, Соловьев встречается с Софией Божественной Премудрости, он потом эти свидания будут продолжаться, но уже в другой форме, он будет получать, он считает от нее тексты, она будет, значит, он будет слышать ее голос, она будет ему что-то сообщать, но это были три встречи реально, и он пишет, вот я вам сейчас прочитаю, что это такое, вот, такой человек, понимаете, а, вот как раз с того момента, когда его отпускают арабы, подальше отвели, приблагородно мне руки развязали и ушли, смеюсь с тобой, богам и людям сродно смеяться бедам, раз они прошли, тем временем немая ночь на землю спустилась прямо, без обиняков, кругом лишь тишину одну я внемлю, да вижу мрак средь звездных огоньков, прилегши на земь, я глядел и слушал, довольно гнусно вдруг забыл шакал, в своих мечтах меня, верно, кушал, а на него и палки я не взял, шакал-то что, вот холодно, ужасно, должно быть с нуль, а жарко было днем, сверкали звезды беспощадно ясно, и блеск и холод во вражде со сном, и долго я лежал в дремоте жуткой, и вот повеяло, усни, мой бедный друг, и я уснул, когда ж проснулся чутко, дышали розами земля и небо круг, и в пурпуре небесного блистания очами полного лазурного огня глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня, что есть, что было, что кредет во веки, все обнял тут один недвижный взор, синеют подо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор, все видел я, и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты, безмерная в его размер входила, передо мной, во мне одна лишь ты. Последняя, кстати, фраза практически блоковская, такая, из стихов о прекрасной даме. О, лучезарная, тобой я не обману, я всю тебя в пустыне увидал, моей душе те розы не завянут, куда бы ни умчал житейский вал, один лишь миг видение сокрылось, и солнце шар сходил на небосклон, в пустыне тишина, душа молилась, и не смолкал, в ней благовестный звон, и вот дальше вот эта такая житейская интонация, понимаете, это что-то невероятное, я не считаю, у Соловьева есть лучше поэтические произведения, но в данном случае, понимаете, здесь важен факт, сам факт, факт совершенно любопытный, он не носился с собой, и более того, он, понимая всю серьезность происходящего, да, всю серьезность происходящего, он шутит, хохочет, понимаете, а серьезность происходящего была в том, что, ну, постольку, поскольку Соловьев изучал гностические учения, и разные, и неоплатоников, естественно, и именно там, а Софии при мудрости Божией сказано и написано очень много, я вам только напомню, да, что в Библии Софии присутствуют, вот когда создаются небеса, она уже есть, она уже есть, то есть она в некотором смысле предшествует небесам, и она им сопутствует, она им сопутствует, и для Соловьева София это первообраз, вот Богу надо выразить себя, да, Богу надо выразить себя, и в том числе он выражает себя в таком первообразе, Софии при мудрости Божией, и дальше, вот если очень кратко рассказывать о каких-то философских тезисах Соловьева, только это не просто философские тезисы, понимаете, он же был человеком необыкновенно сенсорно одаренным, у него была потрясающая чувствительность, вот то, о чем мы говорим, как об идеях, да, для него были какие-то невероятные наполненные жизнью переживания, и вот во всех образах мира этот первообраз присутствует, в том числе в каждом человеке, так рождается по Соловьеву красота, то есть вот тогда, когда мы видим красоту, мы по сути делаем, видим первообраз Софии, божественной премудрости, который растворен в пейзаже, он растворен в городской улице, он растворен в человеческом лице, потому что для Соловьева, который мечтал о всей единстве, а что значит о всей единстве, это не только образстве единства всех людей, вот, и людей, и нелюдей, и людей, и живой природы, и людей, и неживой природы, и живой природы, и неживой природы, вот, а понимаете, это же еще главное единство, главная проблема русской культуры Это материальное и духовное. Соловьёв очень чувствует этот разрыв. Он очень чувствует. С одной стороны гении, который, понимаете, фантазию уносится в такую даль. Великий поэт австрийский Райнер Марий Рильке говорил, когда он был в России, любил Россию, переписывал с Пастернаком, цветаевым, дружил с отцом Пастернака, художником Леонидом Пастернаком и так далее. Рильке говорил, что русский такой народ, они смотрят всегда вдаль. И они никогда не видят, что у них здесь под ногами. То есть, метафорически выражаясь, мы выходим на улицу, но мы не на улице. Мы где-то. И где-то это не означает, что мы в супермаркете, уже покупаем продукты. Мы в какой-то доле, он писал, да если бы не евреи-фармацевты, Россия умерла бы без лекарств, пишет он, понимаете, в начале 20 века. Ну неужели мы не можем лекарства создать, пишет Розанов. Понимаете, это было более 100 лет назад. Изменилось что-нибудь? Ну изменилось, да. Иногда нам предлагают по цене на 200-300 рублей дешевле те же лекарства, что французские. Но наших заводов. Нижнего Рюпинского и какого-нибудь еще. Ну когда денег нет, конечно, подешевле берем. Вообще у всех подозрения, что сделаны все эти лекарства все там же, на Малой Арнаутской улице, нас просветил сын турецко-поданного. Откуда они берутся? Понимаете, вот эту вот грандиозную, грандиозную задачу каждый из этих великих людей пытается решить по-своему. И мы говорили о Гельдерлине в прошлый раз, а до этого о Навалесе. И это одновременно великая задача немецкой культуры. Это вот то, что нас роднит очень сильно. И, понимаете, Соловьев революционно для своего времени включает, включает, да, вот это присутствие первообраза Софийного в материю человеческого тела. Причем включает тоже радикально. И вот здесь надо сделать небольшое отступление. Я очень люблю вот этот гностический миф о Софии. Но он принадлежит вот в этой интерпретации Василию Валентину, такому гностику. В нем есть какая-то невероятная, пронзительнейшая какая-то метафорическая правда о каждом из нас. Ведь я думаю, что многим из здесь присутствующих, иначе я не понимаю, что вы делаете на лекции о Владимире Соловьеве, вот, мне неведомо, ну, из любопытства ради, приходилось чувствовать себя, ну, вот здесь вот как изгнанником, да. Вас как будто сослали куда-то. Вот, как будто что-то не хватает. Вот как будто что-то, вот, что-то еще должно быть. Не все люди такие. Вот. И одни не лучше других. Но есть такие люди. И люди искусства, философы, художники, поэты, конечно, конечно, они очень часто принадлежат вот к этой категории. И это есть некое повторение мифа о Софии, да. София, божественная премудрость, она однажды, заглядевшись в свет, божественный свет, отраженный в зеркале материальных вод, звучит, по-моему, прекрасно. Неважно, понимаете вы это или нет, дальше будет понятно. Вот ей достаточно было одного движения для того, чтобы в некотором смысле отпасть от божественной полноты. И начать увязать в этих материальных водах. И дальше эта история, первая часть мифа, о том, как София, божественная премудрость, забывает о своем небесном происхождении. А она становится обычной женщиной, с обычными заботами. Более того, в некоторых интерпретациях этого мифа, там, ее находят в харчевнях, в борделях и так далее. Часть божественная, присутствующая как первообраз во всем прекрасном. И, разумеется, она же не просто присутствует, а она и формирует то, что мы считаем прекрасным. Понимаете? Вот сейчас люди любуются, допустим, закатом на Волге. Для Соловьева они любовались бы первообразом Софии, божественной премудрости, которая в данном случае в этом закате разлит. И если она уйдет в качестве первообраза, этот закат будет безобразным. Там не на что будет смотреть. Понимаете? Это миф гностический. От слова гнозис знания. Подобно этому и судьба человека развертывается. У нас есть искры божественного знания, но они поглощены тяжестью материального. Тяжестью материального мира. А в том числе тяжестью чего? Любимая-любимая идея русских – необходимость. А необходимость есть противоположность свободе. Необходимость. Завтра многим на работу. Многим зарабатывать деньги на хлеб насущный. Я думаю, даже всем, наверное, в той или иной степени. Понимаете? Идти домой, ужинать. Потому что есть нужная материальная необходимость. Всюду необходимость. А где свобода? Где свобода? Вот эту свободу русский серебряный век он и будет искать. В одной интерпретации он ее будет искать. В мире Бердяева. В другой – в мире Шестова. В третьей – в мире Соловьева. И так далее. И вторая – это история, конечно, нужно вытащить Софию. Нужно, чтобы она вспомнила, что она является частью божественной полноты. И в одной из интерпретаций гностического мифа вспомнить, помогает и спасает Иисус Христос. Это гностический миф. Ортодоксальное христианство боролось с гностиками. Надо сказать, что мы не должны забывать, и, кстати говоря, эта мысль у Соловьева присутствует, что как раз в восточной ветве христианства София является одним из центральных образов. Есть город Софии, столица одного государства. Есть огромное количество храмов, икон и так далее. И это вдохновлял Соловьева. Почему? Потому что он считал, что раз так, то значит и Россию как-то ведет за собой София божественная премудрость. Это не означает, что он был слепым человеком. То есть это не означает, что Владимир Соловьев вообще не понимал, что здесь происходит. Но чуть позже, я надеюсь, вы это поймете. То есть он не был слепцом. Он понимал, что люди находятся в абсолютно недолжном состоянии. В абсолютно. Вся его деятельность, вся его жизнь была направлена к тому, чтобы их хотя бы немножечко в должное состояние вернуть. Понимаете? Русская философия фантастична, и Соловьев любит Федорова. И если вы учение Федору хотя бы в трех словах знаете, русского философа, Федоров писал о воскрешении из мертвых. И собирался приступить к этому делу. И называл это дело общим делом. Это общее дело для России. Воскресить мертвых. Это русская философия. Соловьев вообще не имеет ничего против. Он согласен. У него только один вопрос. А кого воскрешать-то будем? Ну, если мы были в мире Гоголя, мы спросили бы Чичикова, Собакевича. И вот здесь мы немножечко начинаем понимать слова Лосева. Человек, который видит эти концы. Задача грандиозная. А на другую задачу эти люди не подписывались. Она им нравится. Более того, она единственная... Какая может быть еще задача, кроме бессмертия? Да больше никакой. Ни для Федорова, ни для Соловьева, ни для Бердяева. При всей разнице. Ни для Блока, кстати говоря. Это главная задача. Все вообще про это. Но ведь в философии Соловьева он что открыл своим современникам? Что Вселенная, а, одушевлена. Что за Вселенной надо ухаживать. Как ухаживать за женщинами. И тогда она раскроется. Как раскрывается женщина, когда мы за ней ухаживаем. И отсюда возникает это понятие вечная женственность. Без которого нет серебряного века, нет Блока, нет русского символизма. Мы вернемся на шаг назад. К Федорову. И к тому, как я его прочитываю, к его Соловьеву. А воскрешать-то мы кого будем-то? А что, человек уже умеет ухаживать за Вселенной? Да нет же. Всюду властвует экономический человек. Соловьев про это пишет. И он мечтает о всей единстве, потому что София и связывает вещи, явления, все друг с другом. Понимаете? И если бы мы способны были это увидеть, то мы увидели бы мир необыкновенной красоты. Вот таким, каким его видит Владимир Соловьев. Понимаете? И, наконец, самое главное. Вот остался. А еще один шаг сделался, потом это можно интерпретировать. София по Соловьеву, поскольку она и есть а. первообраз, б. Это образ всеединства. То она является, с одной стороны, как некая, да, мы бы это назвали, да, космическая сила, как вечная женственность. А с другой стороны, она является тебе, как конкретная женщина. И вот когда ты любишь, ты любишь в женщине первообраз. Ты любишь Софию, божественную премудрость. И вот для него это именно так. Ну, потому что ничего другого-то мы любить, собственно, не можем. И вот Соловьев удивительным образом, он и в своей личной истории, да, и в своей философии удивительно эти вещи начинает связываться. И чувствовать. Он их начинает невероятно чувствовать. Вспоминаются три главные женщины в его жизни. Все Софии и София. Одна София Андреевна Толстая. Но не София Андреевна Толстая, жена Льва Николаевича Толстого, а София Андреевна Толстая, жена Алексея Константиновича Толстого, автора «Князя Серебряного». Вторая – это ее племянница София Хитровов, которым был влюблен в свою свою жизнь. И ждал ее всю жизнь. Она была замужем, она была старше его. Они познакомились, по-моему, там ему было 25, ей 29. Когда ее муж умер, ей было 50 лет, да, это был момент истинный, он думал, что он сможет жениться на ней. Но мы не знаем, почему это не удалось. Потому что эти люди были очень скромны, они уничтожили всю переписку, а группы ВКонтакте не было. Понимаете? Они уничтожили переписку, и их разговор, вот в тот момент, когда она стала свободной, происходил за закрытыми дверями, мы не знаем, о чем они говорили. Но любил, и третья женщина, в которой он на сколько лет полюбит, Софию Мартынову, три Софии. И он так это и помнит. Ему постоянно же София, она в 9 лет ему начала являться, так она и в этих женщинах является. Потому что все же очень просто. Но если видеть мир, как видит Владимир Соловьев. Понимаете? Если я вам сейчас прочитаю стихотворение, я обязательно прочитаю Владимира Соловьева, и оно вам понравится, и вы скажете, как это красиво, как это прекрасно. То в переводе с нашего языка на соловьевский, так и хочется пошло скаламбурить на язык соловьев. Но это как раз будет означать, что... Вы скажете, какой молодец поэт, например, Владимир Соловьев. Но на самом деле вы скажете, как прекрасна София. Потому что во всем прекрасном ее отражение, ее первообраз. Ни один образ не формируется без нее. И вот мне вот совершенно не важно, как вы это понимаете. Потому что я вам предлагаю понять этот, как понимается, так и понимается. Но теперь себе представьте другую эпоху. Соловьев ее уже не застанет. Когда этот первообраз будет изъят из образа. Что в образе останется? По соловьеву так ничего. Хаос, пустота и распад. Ну, я вам обещал. 18 сентября 1987 года. Это ей, Софья Хитрова. Женщина, которую он любил всю жизнь. Это одно из самых знаменитых вообще произведений русской литературы. Хотя здесь всего две строки. Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть. Потускнел, дорогая, закат. Где была и откуда идешь? Бедный друг, не спрошу я любя. Только имя мое назовешь. Молча к сердцу, прижму я тебя. Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. И это не поэтический орг. Это вы, София, Божественной Премудрости. Мы находимся на лекции о Владимире Соловьеве. На лекции о нем только так. Потому что мы должны уважать мир автора. Я бы даже сказал, мы должны ухаживать за ним, как за Вселенной. И тогда этот мир, может быть, откроется. Он будет при смерти. При смерти. И вот сестра будет за ним ухаживать. Столь горяч, кто летит. Он будет молиться и просить читать ему о браке в Кане Галилейской. А потом так откроет глаза и скажет, ей написали, написали, и она придет. Над ним, ну, понимаете, как его любили все. И смеялись не зло, а с какой-то беспомощной симпатией. Потому что он ведь как себя вёл? Вот он на протяжении жизни получал от неё письмо. Письмо носил на груди. Растегнёт, достанет, прочитает одну фразу и спрячет. И ходит весь день. Через сколько часов достанет, прочитает вторую фразу. Мы говорили, Владимир Сергеевич, ну, как ребёнок. Ну, как ребёнок. Ну, вы что, не можете это стихотворение, это письмо сразу, что ли, прочитать? Ну, а что, Соловьёв говорит, да вы же не понимаете ничего. Я же весь день жду, что в следующей фразе. Понимаете? Я же весь день жду, что в следующей фразе. И был вязанный башмачок, она ему подарила. У неё были дети. И вот вязанный башмачок одного из её детей, он его тоже носил на груди. Иногда доставал, оглядывался, не видит. Никто, ну, видели, конечно. Вот. Прятался он, видимо, плохо, этого таланта у неё не было. Он его целовал и прятал. И носил. Ну, вот это про это. Понимаете? И она ему отказала. Ему жить осталось совсем мало. Ей было 50 лет, в 47 лет он умер. Он же очень рано умер. Понимаете? Ну, сделаем мы ещё шаг, да, очень важный. Вот посмотрите. Значит, что получается? И так София, божественная премудрость, практически создала этот мир. Ну, разумеется, она часть божественной премудрости. То есть, посредством Софии Бог творит, да, полноту и целостность этого мира. По Соловьёву. Должны ли вы предполагать, что в мире есть какие-то лишние детали? Ненужные. Для Соловьёву это просто мысль оскорбительная. Потому что, если в мире есть хоть одна лишняя деталь, хоть один ненужный эпизод, это означает, что Бог не всесилен. Что Его творчество не абсолютно. Что каким-то образом затесались какие-то в эту постройку ненужные совершенно вещи. Но ведь Соловьёв очень умный человек. Он же делает из этого выводы. Это что же тогда означает? А это же тогда означает, что вообще нет ни одной секунды, даже самой скучной, самой пустой, самой бессмысленной, самой горько отчаянной в мире, которая бы не была частью этого всеединства. Вот только как познать-то это? Ну потому что, ведь если даже в самый отчаянный миг, я вам напоминаю великую песню, шедевр советской лирики, вот, про Зайцев песню. Вы её знаете обычно в исполнении Юрия Никулина. В самый жуткий час мы волшебную косим трон-драву. Но тогда можно ведь в самый жуткий час и косу выронить. От жути-то. А это значит, что надо предполагать, что даже в самый жуткий час есть проявление Софии, божественной премудрости. Но если по слове будет предполагать, травы-то волшебные можно сколько угодно накосить. Потому что тогда человек-то не потерян. А потерян он тогда, когда он этого не знает и не чувствует. Что такое? Чем не нравится Соловьёву экономический человек? Человек, живущий экономическими интересами. Он же не будет спорить, что ну ни один социальный мир не может существовать без экономики. А значит, будет экономический человек. Что не так? Не так в том, что он заведён ритмически, мелодически иначе. То есть конфликт интересов, конкуренция. мы заведены на то, чтобы бороться друг с другом. А можем ли мы, даже борясь друг с другом, да, споря друг с другом, даже с точением, любить друг друга? Проблема, которая в разной культуре решается по-своему. Потому что это одна из трудно разрешимых проблем. У японцев, да, вы знаете, что там очень часто, когда сделки происходят, даже самые крупные, вот, человек уступает. Уступает. Он теряет деньги, ну не все, разумеется, ради компромисса. И этот компромисс входит в часть японского менталитета. В некотором смысле это ритуальный компромисс. Потому что другой не должен потерять лицо. Если он потеряет лицо, это самое страшное оскорбление, которое может нанести один человек другому. И в Японии за это будет плохо. Ну плохо. Это категорически так нельзя поступать. Участвовать в ситуации и способствовать, где другой потерял лицо, это катастрофа. Личная катастрофа. Преступление. Соловьев сам это преодолевал таким образом. Был страстным полемистом. Как вы понимаете. Он жил в очень горячую эпоху. Все друг с другом спорят. И каждый раз, когда он полемизировал с кем-то, он после этого горячо молился за этого человека. По-простому. Потому что про него говорили прожил без ненависти. Ну как, вот прожил без ненависти. И прошествово также говорили прожил без ненависти. Понимаете. Так это или не так мы не знаем. Потому что он понимал, что за частным, материальным, эгоистическим интересом, а тут важно это слово произнешено, да, скрывается некая драма мира. Как мироздание, да, драма космоса. И почему всё время Соловьёв пишет о любви? Ну потому что, конечно, с одной стороны, одной из манифестаций, да, и наиболее ярких явлений Софии, это явление, как я уже говорил, с одной стороны, в некой, да, космической силе, космической энергии вечной женственности, в другой стороне, в конкретном человеке, которого ты любишь. Ну, конечно, в любви. Конечно, в любви. В чём проблема? Проблема в том, что это единственная, так сказать, единственная сила, единственное пространство, где человек может дорасти до самого себя. Если Бог есть всё, то человек всегда только этот. Вот он только этот. Он только Валерий, он только Сергей, он только Джон, он только Поль. И, конечно, мы все понимаем, что каждый человек важен, безусловно, и другой не является ну, чем-то отличным от меня. Ну, Соловьёв пишет, а на самом деле, на самом деле, мы абсолютно важны себе сами, вот, а другие мы их признаём равными, мы их признаём тоже, да, тоже такой планетой бесконечной, но значительно в меньшей степени. Потому что мы же не можем быть всем. И для Соловьёва смысл любви как раз в том, что это и есть прорыв, да, к всеединству. Здесь человек, если это любовь, он способен забыть о себе. То есть это некий такой способ естественного преодоления эгоизма. Естественного. И иногда очень болезненно. вот в последние годы у Владимира Соловьёва это очень интересно, кстати говоря, будут годы, потому что, как вы понимаете, у всего же есть тень в этом мире. И у любой, даже самой прекрасной, бездны есть дно. И вот с одной стороны он начинает испытывать чувства, которые испытывает, наверное, каждый гений, когда он видит, как другие начинают подражать. Потому что ведь они, когда подражают, что-то с ними происходит. Вы же не забывайте, Россия страна очень во многом сектантская. Ну, чего уж там греха таять. сектантство это часть русской культуры. Я что имею в виду? Я имею в виду не только влияние сект, да, там, хлыстов, вот, например, там, или скопцов на русскую культуру, на русский серебряный век. Это тема отдельной лекции, не одной, есть замечательные книги об этом. Ну, что такое русский большевизм? Сектантство, абсолютное сектантство. Очень многие вообще объединения людей, возникающие стихийно, вот возникло, через месяц смотришь секту военную. Вот. В чем особенность секты? В том, что она, конечно, обладает истиной, она знает, как надо, и, как вы понимаете, она крайне далека от всеединства. Вот, как себя вел Владимир Соловьев. Ну, был человеком, разумеется, вот, был в некотором смысле даже больше, чем христианин. Вот я в это слово вкладываю примерно следующее, понимаете, ведь этот человек в своей последней книге «Три разговора», пророческой книге и во многом страшной книге, да, напишет, что мы живем в Эру, писал, да, вот, на рубеже веков, на самом рубеже, самая большая угроза христианскому мировоззрению, мироощущению и вообще всего христианства. Почему? Потому что боролись, воевали с христианством многие, но чего добился наш век? Он сделал его скучным. Он сделал его скучным. Он сделал его архаичным. То есть, нет ничего более убийственного по слове для христианства, чем скука. что такое сектантское мышление? Это, безусловно, превращение всего в скуку, в том числе. Ну, потому что налицо ограничение сознания, ограничение взглядов, некая агрессивность по отношению к другим и так далее. Он, когда садился есть, он, разумеется, крестился перед едой, после еды, но если за столом был хоть один атеист, он этого не делал. Он говорил, а зачем? Зачем быть педантом? Говорил Соловьев. Вот я перекрещусь, он увидит, он к этому относится не очень, и он подумает, ну вот, крестится. Ну, он же так подумает не про меня, а про христианство. Он был вегетарианцем, но если он приходил куда-то в гости, и ему давали мясной бульон или мясо, он совершенно спокойно ел. Он никому никогда не объяснял, что он вегетарианец. Он никогда не говорил, что, ой, вы знаете, нет ли котлеток из капусты, не могли бы сейчас приготовить. Он садился и ел. Ну, то есть, понимаете, я что хочу сказать, что вот если бы хотя бы сколько-то процентов было таких людей, как Владимир Соловьев, то многие его страхи бы, конечно, не сбылись, вот, скучно. А что это означает? А вообще, как мы вообще умудрились? Давайте шире посмотрим. А как мы сделали античность скучной? Ну, мы люди, как мы сделали христианство скучной? как мы вообще какие-то захватывающие мистериальные вещи, которые должны нас потрясать до глубины души. Мы сделали какой-то тоской, какой-то скукой. Вот. Иди там, значит, и не греши. я не к тому, что это не говорить, я к тому, что, вот, что это такое, откуда, да, откуда, ведь, ведь, действительно умерщвляет дух. Мы сделали скучным Владимира Соловьёв. Я не знаю, получится у меня или нет, я же не знаю, понимаете. Мне больше всего на свете хотелось сегодня прочитать лекцию, чтобы мне было скучно. Потому что такие люди, как Соловьёв, не должны быть скучными, они никогда не были скучными. Понимаете, потому что прочитать скучную лекцию о Соловьёве, даже если я более точно изложу его философию, это убить его в очередной раз. А там уже и так ничего не осталось. Уже и так никто не читает. Вот. Вот. Вот он это почувствовал. И вот то, что он почувствовал, для него и было... Ведь человек перед самой смертью в книге «Три разговора» написал, ну, наверное, самую цитируемую свою книгу. Там есть краткая поиск об антихристе. Но тут надо несколько слов сказать. Был разговор между Владимиром Соловьем и Лесковым. Лесков, говорят, сказал Соловьеву, вы знаете, вот такая глупость, некоторые верят в чертей. Соловьев, вы же писатель, сказал Лесков. То есть вы человек очень внимательный к миру. Вы очень внимательно смотрите в мир, потому что вы его описываете, вы хороший писатель, а значит вы смотрите в мир гораздо более внимательно, чем плохой писатель. Как же вы не видите там чертей, сказал Владимир Соловьеву. Вот здесь довольно сложная история. Понимаете, в чем дело? Мы можем потом это с вами обсудить. Я буду рассказывать то, как я это знаю. Действительно, его друзья рассказывают о том, что он частенько их видывал. И более того, была совершенно невероятная история на пароходе. Кровь стынет от этой истории, когда Соловьев перед тем, как написал книгу об Антихристе, с ним встретился. Выглядело это по словам Соловьева примерно так. Он зашел себе в каюту и увидел князя Мирсиева. Соловьев посмотрел на него и сказал «А ты разве не в курсе, что Иисус Христос воскрес?» На что тот ему ответил «Я в курсе, что Иисус Христос воскрес, но тебя я доконаю». И бросился на него. Соловьева нашли бездыханным в каюте. И вообще начали рассказывать, что он придет в ресторан, в этом своем обыкновении веселом, радушном. Весь ресторан голос был звонкий, за этим голосом, мы помним, глазами можно пойти куда угодно. и он начинал хохотать, он очень любил разные истории рассказывать, шутить. Я, кстати, вот, ну, чтобы не забыть, я же специально выписал для вас несколько его шуток таких абсолютно соловьевских. Вот. Вот, например, нежнейшая шутка. Три типа надписей на своих книжках у него было. Разным людям подписывал. Значит, первое, я всегда сам пытался выработать какую-нибудь такую вот концепцию, но что-то то ли лень, то ли, не знаю, то ли это уже Соловьев сделал. Первое, в знак почтения, а также для прочтения. Вторая надпись другим людям, пожалуй, для прочтения, но больше в знак почтения. И третье, отнюдь не для прочтения, а только в знак почтения. Ему, значит, сестра говорила, ну это же обидно, вот ты третью надпись пишешь, вот это третье, самое обидное, отнюдь не для прочтения, а только в знак почтения. Соловьев не находил ничего там обидного совершенно, он объяснял, что ну как же, у меня же книги очень сложные, это же какое-то хамство, навязывать человеку читать такую сложную книгу. Он ее может прочитать, чувствуете, да? То есть, если человек будет читать книгу Соловьева, ему будет скучно, самому Соловьеву это не нужно, потому что если книжка получилась, в ней есть прообраз Софии Божественной Премудрости, а она скучной быть не может по определению, потому что тогда мы или не люди по Соловьеву, либо мы родились не в том мире, ну в общем что-то произошел, какой-то казус или катастрофа. Поэтому он говорит, зачем же? Он должен знать, что я его уважаю. Поэтому отнюдь не для прочтения, а только в знак почтения. Он ничего сюда не вкладывал. Ну вот еще замечательная шутка, я вам хочу прочитать, прежде чем к финалу перейти, довольно драматичному. Поэты грачи осень по сжатому полю гуляют грачи. Чего-нибудь ищут себе на харчи. Гуляю я, но не ради харчей и гордо взираю на скромных грачей. Зима. Морозная вьюга, поля, нет грачей. Сижу и пишу я в коморке своей. Весна. Ласкается небо к цветущей земле. Грачи прилетели, а я на столе. Вот такая шуточка, понимаете, Владимира Сергеевича. Но шуточка, да, вот это вот, действительно, и гордо взираю на скромных грачей. Но вот наступает весна, грачи прилетели, как на картине Саврасова. Вы понимаете, да, что это в некотором смысле привет русскому художнику, а я на столе. замечательно, замечательно. Понимаете, этот человек, у меня нет этого текста, вот, сейчас с собой, но вы можете его прочитать. Ну, понятно, что последние годы это какая-то встреча с абсолютным злом. Как, почему, в чём был сценарий судьбы, вот, не ведаю и гадать не буду. Но в начале трёх разговоров он впервые для себя, впервые, для него не было такого вопроса, он начинает упрошать, является ли зло самостоятельной силой. Потому что если оно является самостоятельной силой, бытия, зло было недостатком добра. Добро не объёмно, не сильно, не всеобъемлюще, порождает, вот, в качестве своей слабости порождает зло. А вот если зло является самостоятельной силой бытия, то тогда надо всё пересмотреть, потому что тогда справиться со злом можно только с какого-то другого уровня. Это поздний Соловьёв. И это Соловьёв, который борется с Антихристом. И, понимаете, вот в этих ресторанах он смеял, смеял, сохотал, стали замечать, что иногда смотрит куда-то в какую-то дали и бледнеет. Вот видел что-то. Видел, с вопросами к нему не обращались. но вот этот человек, который ну страшно же. Ну страшно. Я в курсе, но я тебя всё равно доконаю. Это же кошмар просто. Я специально сделал интермедиус с надписями книг, потому что Хичкок говорил, что на жуткое нельзя давить, иначе оно перестанет быть жутким. Он шутит в своих стихах над этим. У него есть стихотворение «Ующий Ване морским чертям». То есть именно там, где он с ними и общался, и встречался. Это опять шуточное стихотворение. Он продолжает хохотать, ну что поразительно. Понимаете? Две самых болезненных мысли у него перед смертью. Две. это первый панмонголизм. Как он? Панмонголизм. Короче говоря, панмонголизм. Значит, он за несколько лет до русско-японской войны с ужасом начинает думать, писать, перед смертью, прямо перед самой, будет выходя из забытия об этом говорить с Трубецкими, о том, что делать-то будем. Китай близко. Что вот сейчас Россия в этом состоянии, в котором мы находимся, говорим, в 1900 году, мы что противопоставить-то можем? У нас же ничего нет, ни идеи нет, ни опоры нет, ничего нет. Что мы сделать-то можем? Он был невероятно встревожен и, как мы видим, очень актуально. Более того, он ведь в трех разговорах напишет, что вот этим нашествием Азии, который сметет европейскую цивилизацию с лица земли, будет предшествовать сложная, изнурительная война с исламом. имелось в виду в 1900 году Аттаманской империи, потому что это была такая реальная сила, и, конечно, в какие-то некоторые реалии сегодняшнего дня таким образом, конкретно, добуквенно, Соловьев не загадывал, но он это как-то чувствовал, ощущал. А вторая он сказал, что да, явится Антихрист, но явится в белых одеждах. Это будет самый гуманный, знаменитый и в некотором смысле очень добрый человек. И все купятся. Вот единственное, что произойдет, что христианство абсолютно измельчает. Понимаете? Ну, то есть, из некоего космического беспредельного учения станет вот таким вот маленьким. Чего Соловьев очень боялся. Говорил, а так это будут, будет много благотворительности. Будут созданы Соединенные Штаты Европы, это Европа. Чем вам создание Евросоюза в этом смысле не некое оправдание пророчества Владимира Сергеевича. И вот все будет прекрасно. Вообще, люди будут говорить о прекрасном. А они будут хорошо друг к другу относиться. Они будут бороться за права и свободы. Но вот только все самое главное погибнет в эту эпоху. Когда поэтически жительствует человек на земле, неважно, пишем стихи или нет, он вот этот язык первообразов, да, которых писал Соловьев, он их чувствует и ловит. А если он их чувствует и ловит, то он их ухаживать начинает за рекой как за женщиной, за небом как за женщиной, за городом как за женщиной. А вот если он не поэтически жительствует на этой земле, а только сугубо экономически, вот тогда христианство сведется благотворительности и огромному количеству добрых слов. спасибо, есть вопросы, я на то хочу. И вот еще одну вещь я хочу сказать, вы меня извините, был такой эпизод, у нас одну лекцию помните, меняли, это был рабочий эпизод, и как раз на эту лекцию приезжала женщина из Москвы, Ольга, она приходила, я фильм покал, замечательный человек, и так она приехала специально из Москвы, и лекции не было как раз. Но она когда уезжала, я ей обещал, что я передам привет, и вот я хочу сказать, Оля, привет. Все, теперь если есть вопросы, я готов ответить. А можно вопрос? Да можно, конечно, нужно. По Соловьеву как? Зло существует отдельно? Это не только по Соловьеву, да? Понимаете, это две разных ситуации, я и повторю. Если зло является частью добра, в некотором смысле слабостью добра, недостатком его добра, вот, знаете, недостает ему доброты, недостает, поэтому он чаще гневается, чем надо, чаще раздражителен, вот, жмется, а надо бы быть щедрым. но это все потому, что недостает, но он может, например, почитать книжки, или съездить в Советский Союз, там, учили быть добрым, вот, или съездить куда-нибудь сейчас в другую страну, там, учат быть добрыми, вот, вот, ну, и вот он восполнит это количество добра. Это одна ситуация. А вторая ситуация, как раз, она ближе к гностической ситуации, когда зло является самостоятельной силой. и тогда нужен трансцендентный рывок, потому что ты должен, да, опереться на некое другое, другое, другое пространство бытия, потому что сожрет, сожрет. И вот, да, движение мысли Соловьева, оно происходит в этой траектории. Есть, конечно, и более сложные вещи, как вы понимаете. Ну, то есть, там, изумляюще, я думаю, все поколения людей, которые когда-либо открывали одну из величайших книг на земле, она называется «Абхагавадгита. Разговоры Арджуна и Кришна». Арджуна великий воин, ему надо идти воевать с родственниками, ему придется убить их, он великий воин. Как он может убить родственников? Понимаете? Имейте в виду, это Индия. И Кришна ему объясняет, они уже мертвы. перед такой метафизикой, вы знаете, это все, конечно, оказало колоссальное влияние на Шопенгавера, например, и на Льва Николаевича Толстого, и на многих других гениев, потому что «А как мы здесь-то будем решать вопрос о добре и зле?» Это как раз то, что Ницше и называл, «По ту сторону добра и зла». Божественная воля находится по ту сторону добра и зла. И Кришна объясняет Арджуне, «Иди воюй, их уже нет». Ну, я не знаю, как кто-нибудь из нас смог бы, мы не великие воины, да, после таких увещеваний пойти воевать против своих родственников. Понимаете, это еще один концепт. Их много, они разные, они сложные, но в принципе, мы говорим о русской культуре. Вот в русской культуре всегда этот вопрос был одним из самых проблематичных, поскольку не надо забывать, что русская культура, она, конечно, очень сильно христианизирована. И, ну, это надо быть очень наивным, там, предполагать, что, ну, допустим, человек думает, что он атеист, а это означает, что он не имеет к этому никакого отношения. Ну, он сам-то атеист, но живет в культуре христианской. Это оказывает на него влияние. Он даже, знаете, он в Бога не верит по-христиански. Ну, то есть, у него особое не верие. Я бы сказал, религиозное не верие. Я не встречал еще атеистов, которые не были бы религиозными атеистами. Чернышевский был атеистом абсолютно религиозный человек. Абсолютно. В этом-то и опасность. Потому что, в противном случае, Чернышевский был просто безразличным. Но Николая Гавриловича не было безразличным. Он был религиозным деятелем. Так же, как и Владимир Ильич Ленин. В этом ужас того, что с нами произошло. Понимаете, они были атеистами, если бы они не думали об отсутствии Бога. Они думали. Они пытались это доказать. Они писали книги об этом. Они выступали на митингах. Они лезли на броневики. Понимаете, они издавали указы. Они думали все время. Это были истовые религиозные деятели. Я не знаю, как эта религия называется. Может, она большевизма называется. Но это были, конечно, абсолютно религиозные люди. Абсолютно. Вот там этот вопрос все время стоял. Является зло самостоятельной силой? А тогда что? Тогда как? Как решить вопрос о Боге? И все остальные вопросы. Вопросы о двойственности бытия и внутри христианского православного сознания решить их крайне сложно. Но в то же время мысли-то лезут. Ну потому что они что видят-то? Понимаете? Мы считаем, что мы живем в такие трудные времена. А они-то живут, они видят просто катастрофу невероятного масштаба. Просто катастрофу. И кстати говоря, есть такой Борис Пурамонов есть очень хороший философ, он живет в Америке. Он говорит, что история с Владимиром Соловьевым это в некотором смысле вообще классическая русская история. Я не помню, как он дословно говорит. Это такой срыв пути. Срыв пути. Ну то есть у нас же как? У нас очень у многих все начинается довольно радостно, оптимистически. И кажется, что мы вот-вот дойдем туда, куда идем. И потом происходит какой-то срыв, обвал, катастрофа. Но он считает, что с Соловьевым примерно то же самое произошло. Это как раз тогда, когда он стал более чуток к этим проблемам зла. Ну скажем так. Мне так не кажется. Понимаете? Хотя что-то такое безусловно про срыв вот этого русского пути постоянный, постоянный срыв. То есть мы постоянно куда-то не можем дойти, куда собираемся. Здесь, конечно, что-то замечено очень точно, очень верно. Да и в случае с Соловьевым тоже. Просто это какая-то... Вопрос всегда это... Что это? Это некая просто часть жизни? А кто будет спорить, что рассвет жизни куда более лучше зарен, чем он закат? Кто с этим будет спорить? Это просто закон, по которому существует живое, или всё-таки нет? Или всё-таки есть какой-то особый русский путь в бездну? Будем думать, спорить. А серебряный век это было как верно? А вот куда рухнул весь серебряный век представляется? Вот в октябре 17-го вот этот серебряный век представляется там за 20-30 лет это необыкновенное количество гениев, огромное количество идей. В некотором смысле это бездна, я имею ввиду октябрьскую революцию, она тоже создана серебряным веком. Это часть этого, большевизм это тоже часть серебряного века, понимаете, в некотором смысле, но вообще все эти гении туда ухнули в эту бездну, это был колоссальный срыв. Мы в истории русской цивилизации мы же наверное, ну мы называем его серебряным, да, по сравнению с Пушкиным и Лермонтовым, да, и Гоголем золотым, но в действительности он не был ниже, потому что это же одновременно был невероятный расцвет науки. Ведь и периодическая система, и радио, и все прочее, все этими людьми изобретено тоже в эту эпоху, понимаете, и Лобачевский, и все, невероятный какой-то, да, невероятный подъем, который закончился вот этой бездной абсолютно, куда все это рухнуло, понимаете, конечно, это колоссальный срыв, и это, ну нет, не просто срыв, я убежден, что, ну, мы вот от того так себя и чувствуем, ну, в том плане, что мало рождается соловьевых, вот, что старших, что младших, вот, на нашей земле сейчас, вот, или во всяком случае, они незаметны, или малозаметны, потому, что мы этого срыва не пережили, не пережили, я всегда привожу простой пример, французы считают, что Франция не смогла восстановиться после потерь грандиозных во время Первой мировой войны, гениальная молодежь погибла, гениальная молодежь в войне 14-18 годов, а нам что сказать, когда у нас после этого началась революция гражданская война, потом гулаги, лагеря, голод, вторая война, опять, вы можете себе представить, а вот сейчас молодежь, ведь сейчас стоит просто зайти вот за углом, и там с удовольствием употребляют какие-нибудь химические, синтетические наркотики, а она не перестает гибнуться, понимаете, и нам что, как мы-то, чем это можем компенсировать, вот наша культура, вот мы говорим, нет Соловьева, да, и что-то Менделеевых маловато, вот Перельман есть, Перельман, да, вот, у нас есть Перельман, вот у нас же Ария Салфиоров был, вот у нас, да, вот, но у нас есть, есть, у нас есть, там, ну, есть, это прекрасно, сколько могло бы быть, вот, да, понимаете, это, ну, культура, но если сад вырубить, понимаете, он, его восстановить через сколько лет удастся, а вот этот человеческий сад, да, культура, это тоже сад, а один писатель говорил, что Россия наш сад, вот, вы попробуйте это все восстановить, все эти кровеносные сосуды, да, по которым все это будет течь, понимаете, я поэтому, когда это слышу о том, что Франция не смогла пережить Первой мировой войны, меня это потрясает, конечно, что они так глубоко мыслят о себе, это глубоко, вот, понимаете, глубже только Дэн Сяопин, раз уж мы китайцы вспоминали, который говорит о том, что мы еще не знаем последствий французской буржуазной революции, я напомню, французская буржуазная революция началась в 1789 году и закончилась в 1793 году формально, и вот Дэн Сяопин говорит, мы еще не знаем последствия, еще рано судить, каковы последствия французской революции, это совсем другой взгляд, другой длительности, да, и другой долготы, но у французов тоже неплохой, вот, ну, вот в чем, понимаете, тут проблема, поэтому, конечно, срыв пути, они все, сколько их упало в эту бездну, разверстую, удали, помните, великого поэта, настанет день, когда я исчезну с поверхности земли, а сколько цивилизаций туда рухнуло, понимаете, мы никогда не знаем, потому что, мне мой товарищ когда-то говорил, я чувствую там, как грядет великое возрождение русской культуры, я говорю, ты вот из чего это чувствуешь, ну, просто интересно, откуда у людей такая интуиция, вот, да, сейчас, он говорит, вот чувствую и все, я говорю, хорошо бы, он говорит, а ты чувствуешь, я говорю, не очень, вот, в том смысле, что я говорю, ты вот исходишь из того, что, вот, нечто бывшее великим исчезнуть не может, а я исхожу из того, что, вот, от древнего Рима не так много осталось. А скажите, пожалуйста, вот, можно мыслить о таких приборах с Божьей, которые будут запостать с ним Бога, и как это... Безусловно. И как это соотносится... Я не богослов и не теолог. Святой Троицы. Как я, вот это я не знаю, вот, это, значит, вопрос к богословам. Я просто вот, я понимаю некий такой внутренний ход, как мне кажется, да, размышлений Владимира Соловьева. Конечно, это часть, вот... А там с другими частями с одной, с рамками жарной христианской доктрины. Скажите, пожалуйста. Это вам надо к людям, которые это смогут вам сделать. Я не смогу вам это объяснить. Они хорошо говорят о Святой Троице, но ничего не знаю. Ну, простите. Центр, оптимы. Да, Вы знаете, огромное количество периодизаций. Огромное. Ну, никто точно не знает. И, честно, я вам скажу, вот, ни один человек не знает, хотя часто пытается узнать, когда, в какой момент кончилась дружба. вот сейчас знает, когда началась, а вот как кончилась, не знает. Потому что это как-то постепенно происходит. И Серебряный век, вот он тоже наступил как-то постепенно. Да? Потому что какие-то, ну, вот, Антон Павлович Чехов, Серебряный век или нет? Да? И нет, и да. А его драматургия новаторская, да, это абсолютно, на мой взгляд, Серебряный век. А вот поэзия Аполлона Григорьева это уже Серебряный век, это подступы к нему. Ну, безусловно. Понимаете? Все произошло не в одну секунду. Нет такой точки, да? Сегодня начался Серебряный век. Просто, я почитала, что это последние 10 лет 19 века и 20 лет можно и так. Можно и так. А я, знаете, для себя только определяю. Это ненаучно, потому что, ну, честно я вам скажу, я не верю в... Когда научных точек зрения больше 10, вот, ну, можно выбрать любую или свою. Вот. Вообще-то, это в любом случае можно. Просто, я думаю, что это постфактум мы ставим какие-то даты. Вот. Понимаете? А... Вот война закончилась, Вторая мировая, да? Мы знаем, когда, мы знаем, в каком году. А иногда я себя ловлю на том, что, мне кажется, она и до сих пор продолжается. Понимаете? Вот. Я вот думаю так для меня. Когда записывал передачи, я думал, ну, вот кого? Мне говорили, ну, вот у тебя там Бабель, ну, какой Бабель Серебряный век? Ну, не надо мне объяснять, конечно, Бабель не Серебряный век. Вот. А Ильф и Петров, это что, Серебряный век, что ли? Ну, это не Фёдор Сологуб, это не Владимир Соловьёв и Александр Блок. Но для меня было важно люди, которые закончили школу, гимназию в Серебряном веке. То есть, они, у них детство, отрочество и начало юности пришлось на эту эпоху. Понимаете? Потому что там всё решается. А они получили эту закваску. Конечно, и Ильф, там, и Олеша, и Бабель, они были, не говоря уже там про, ну, не знаю, кого-нибудь ещё, они были людьми советскими во многом, да, они очень хотели построить новый мир, а они не были никогда, если бы Соловьёв дожил до большевизма, ну, вы можете представить, вот, он был бы просто, для него это был бы кошмар. Так же, как этот кошмар был, там, для Розанова или для Бердяева, да, или для Шестова, ну, а как это, понимаете, по-другому, они не могли по-другому к этому относиться. Поэтому, для меня вот это важно, это не научно, вот, это я просто делаю для того, чтобы рассмотреть в этих людях, да, через вот ту культуру, которую они застали, будучи детьми, будучи гимназистами, рассмотреть в них, как предыдущая, вот эта эпоха, в них, да, иногда прорастает, в языке, в стиле, в манере поведения, потому что, ну, тоже не было же такой вот роковой черты, да, страна изменилась радикально, но люди-то остались до поры до времени. Вы имеете в виду, вот, Серебряный век? Вот, вы знаете, это мы так смотрим на это, вот мы так на это смотрим, а я думаю, что Владимир Соловьев считал, что, вот, явление ему Софии при мудрости Божией, это реальность, а вот то, что он сейчас в ресторан пойдет, вина попить, это в меньшей степени реальность, вот, понимаете, потому, ну, просто точка отсчета другая, понимаете, точка отсчета другая, то есть, если точка отсчета что-то изначальное, субстанциальное, да, первообраз, ну, тогда он-то и является настоящей реальностью, а все остальное налипает, вот, а если точка отсчета как раз материальный вечный мир, да, повседневный, эмпирический мир, который мы видим, чувствуем там, осязаем, слышим, участвуем в нем, и так далее, то, конечно, это мечта какая-то, понимаете, но как раз для них, для них, прям секунд, для них, и для Соловьева, и для Гельдерлин, для всех этих людей, реальность-то была совсем в другом месте, пожалуй, а я вот обещал, вы раньше, да, извините, а как же, вот Даниил Андреев, Роза Мира, да, 20 век, это золотой век, то есть мы сейчас, вот 20 век, еще будет пока, серебряный, начало золотой век, но Даниил Андреев нам обещал, что может быть, Роза Мира наступит и в конце 20-го, если, правда, прибавлял он, если он будет объединяться, границ не будет, война прекратится, он допускал, что это будет в конце 20-го века. Вы знаете, история человечества нам показывает, что 100 лет для такой мечты это вообще не крюк, вот, а о том, что Царство Небесное настанет просто на следующей неделе, и 6 столетий, 10 столетий назад писали и говорили, и ждали в следующем месяце, и знали, в какой день, в каком году, и под какой звездой, и, понимаете, может быть, оно в каком-то смысле наступило, понимаете, вот, вы верите, и это, понимаете, как сказать, ваша жизнь, и вы сами решаете, во что вам верить, то есть, если вы хотите верить в то, что в 22 веке роза мира наступит, я считаю, что, конечно, надо верить, вас никто этого лишить не может, ни в коем случае, понимаете, было бы неплохо, предпосылок для этого в настоящий момент маловато, посмотрим. Вы понимаете, в чем дело, если у нас бы осталось, но я вот в этом смысле соловьёй, да, правда, сам я не умею это делать, только иногда у меня получается, но не часто, вот, я не Владимир Соловьёв далеко, но вообще, если хотя бы прожить, пробовать иногда ухаживать за Вселенной, вот, как за женщиной, может быть, и правда, что-то сдвинется, понимаете, дело в том, что, ну, как вот я чувствую, человек должен, конечно, прийти для того, чтобы изменить то, что мы хотели бы изменить, то, чего боялся и Владимир Сергеевич, и многие другие, к некоему планетарному мышлению, понимаете, в противном случае мы погибнем, в противном случае мы погибнем, ну, или, как сказать, этот сериал про человечество будет завершён, возможно, следующий будет запущен, но этот будет завершён, потому что совершенно очевидно, что мы не то, что не преодолели каких-то, я бы сказал, искушений, мы отдались им полностью, в том числе, но не только он, понимаете, идея тотального контроля над людьми, над их сознанием, она только процветает, и она получает всё больше и больше, как бы, количество инструментов, во всяком случае, то, что я наблюдаю почти во всех странах мира, меня пугает, правда, не знаю, может, в Сингапуре не так, где-то, понимаете, потому что, ну, а какого, собственно говоря, вот, мир марионеток, механизмов, марионетки, ведь можно внушить, что она свободный человек, вот, она будет считать, что она свободный человек, она будет управляться кукольником, но будет говорить о свободе, она будет строить свободный мир, вот, она будет освобождать страны и народы, это было неоднократно в истории человечества, но при этом останется марионеткой, понимаете, Вот в чём вопрос. На сегодняшний день никто не готов снять марионеток. Это один вопрос. Второй вопрос, понимаете, как говорит очень весёлый человек Николай Фоменко, но он правильно сформулировал, он может быть в процентном отношении, он ошибся. Он считает, что вопрос идёт так. 8% против 92%. 8% будут всё создавать, я думаю, что меньше. Я думаю, что не более 5%. Дальше возникает вопрос, что делать с 95% населения земного шара? Уже сегодня некоторые страны просто платят деньги. Ну и просто платят деньги, богатые. Швейцарии, по-моему, платят деньги. Человек не работает, но главное, чтобы он не доходил до определённого уровня счеты, не купил автомат, и не началось это. Что делать со всеми остальными? Ну, понятно, что 90 из них будут смотреть футбол. Значит, нужен футбол день и ночь. Или рядом с футболом что-то ещё. Это вам говорят человек, который футбол любит. Ну да, вы же понимаете. Гадар всегда говорил, великий режиссёр Жан-Люк Гадар, что страна, которая готова собраться почти целиком в барах смотреть футбол, она всегда имеет видимого или невидимого диктатора. Я бы добавил бейсбол, вот, хоккей, всё что угодно, несмотря на то, что это прекрасные игры. Понимаете? Просто вопрос идёт о том, что... Как же тогда ставится вопрос-то о всеединстве? Как же тогда ставится вопрос о случайных и не случайных деталях нет в мироздании? Мелочей, муравья случайного нет. Никто не знает, сколько их на планете Земля. Но по Соловьёву нет случайного муравья, который вдруг оказался. А речь идёт о людях. А здесь лишними оказываются более 90% людей земного шара. Вы просто масштаб катастрофы себе представляете? И я, слушая вот тех, кого вы называете лидерами, вот, я их слушаю, я всегда жду, что они что-то скажут, наконец, по делу. Мне интересно. Вот. Я ничего не слышу. Я ничего не слышу про это. Понимаете? Потому что, ну, вот, то, что в нашей стране происходит, а у нас в стране практически, я бы сказал, такая установка на некий возрастной фашизм. Что это за определение возраста до жития? Вот здесь много людей, в том числе, как и я, находящихся в возрасте до жития. Ведь что это такое? Как государство может определять жизнь человека таким способом? Возраст до жития. И вы знаете, что пусть 35 лет уже с неохотой берут на работу, пусть 40 с большой неохотой, и, честно говоря, при всём моём уважении к государственному устройству, к законам Российской Федерации и так далее, всё, что говорится о том, как пенсионеры будут трудоустроены, пока выглядят крайне наивно. Вот. Я, в принципе, ещё не видел человека, который в это верит, кроме законодателей. Вот. А может быть, и они не верят. Ну, это означает, что человек в лице социального субъекта, да, он живёт только до 35 лет. То есть, у него возраст жизни не увеличился по сравнению с 1812 годом, или 1781, или 1615. Он, конечно, дотягивает как-то. Мужчины дотягивают как-то до 60, женщины как-то до 70-75. Но фактически для государства эти люди кончают жить в 30 с небольшим. Так же, как и при Екатерине Великой. Ну, ничего не будет. Какое всеединство? Вот. Понимаете? Ведь Соловьёв, мы просто об этом не говорили. А он же предлагал целостное, цельное знание. Это значит, знание одновременно и эмпирическое, и трансцендентальное, и социальное. Понимаете, здесь всё должно, как бы сказать, прийти в некое состояние единства и гармонии. Вот о чём он мечтал. Конечно, он не предполагал себе, что все люди способны совершать трансцендентальные прыжки и встречаться с Софией божественной премудростью, но при этом они все живут в концентрационных лагерях. Такую картину назвать единством невозможно. Я как-то сомневаюсь, что в образе концентрационного лагеря тоже есть этот первообраз. Ну, разве в том смысле, что София божественная премудрость тоже в гностических михах была пленена материальной средой. Поэтому, понимаете, вот были бы предпосылки или хотя бы какой-то сдвиг в мышлении. Но вот мы с вами живём, мы простые люди, да, обычные. Мы ничем не владеем. Здесь, наверное, не так много людей, которые занимаются политикой. Может быть, их вообще нет. Мы обычные люди. Мы обычные жители города Самары. Ну, вот я вот, например, вижу, что с климатом что-то всё-таки происходит. Вот. Каждый год я вот это вижу. Вот. Потому что я помню, как раньше иногда были постепенные переходы. Вот. Сейчас, вот говорят, воскресенье упадёт опять там до 5 градусов ночи минусовая температура. Что-то происходит. И вот мы видим, что что-то происходит. А они там спорят, вот какую концепцию принять. Есть изменение климата или нет изменения климата. Ну, так они же спорить будут до того дня, пока не снесёт половину Европы. Понимаете? Или пока вот эта жара, которая там у них каждое лето ужасная, да, надо смотреть невозможно. А они побегут сначала в Польшу, потом попытаются убежать в Скандинавию, я не знаю, потом побегут к нам. Но если мы готовы к тому, что надо спасти, будет от климатических изменений части Европы, мы должны говорить уже сейчас друг с другом. Не заниматься вот этим идиотизмом каким-то. Перед нами колоссальная, как перед людьми, частью человечества проблема. Понимаете? Колоссальная, грандиозная. А то, что я вижу, это какое-то шутовство, это плохой очень балаган, плохой какой-то театр. Я думаю, что за этим занавесом наверняка какие-то очень серьёзные процессы происходят. Потому что, ну, как говорил кто-то из великих, да, 10 человек в мире знают, что происходит. Ещё 15 догадываются, говорил он, остальные не знают ничего. И добавлял, и никогда не узнают. Мы не входим в число этих ни 10 человек в мире, можем, в принципе, войти в число 15, которые догадываются. Но, может быть, и в это число мы не входим. То есть мы входим в число людей, которые не знают, скорее всего, и никогда не узнают. Но какое-то беспокойство есть. А самое большое беспокойство в том, что, понимаете, вот уже поколение за поколением людей, которые, я не знаю, как в других странах, там надо жить, смотреть на это, это всё изучать. Знаете, с очень коротким прошлым. Это очень опасно. Это очень опасно. Потому что нам пока ещё есть, что услышать от Владимира Соловьёва. И нам, раз мы считаем себя жителями русской культуры, либо мы лжём, либо нам есть, что услышать. Или от Николая Бердяева, или от Осипа Мандельштама. Им есть, что сказать нам по-прежнему.